Моя великая и верная Верная семья, писатели, художники, друзья Среди дружеских крыков и вражьих Украшая разрушенный быт Поминайте наставников ваших Людям Библия говорит Вспоминая их слово и дело Надо жить на дороге земной Вот мне Симонов вспомнился снова Он стоит над моею судьбой Добрый-добрый вечер, уважаемые телезрители Сегодня 26 июня, понедельник Хороший светлый день Вот ровно 85 лет назад в этот день Родился человек, который прославил наш Витебск Человек, которого очень многие знают и любят И творчество которого неразрывно связано с этим городом Все его стихи, которые многие знают, многие читали Они пропитаны Витебском Они о Витебске Они написаны здесь, в Витебске И все понимают, о ком идет речь И наша Витебская студия телевидения тоже очень многим обязана этому человеку Давид Григорьевич Симонович Сегодня мы будем говорить о нем, вспоминать его Сегодня к нам в студию придут люди, которым этот человек особенно дорог Они поделятся своими воспоминаниями Но пока давайте посмотрим одну телевизионную работу Давида Григорьевича, которая, мы уверены, вас впечатлит Витебске У городов, как у людей, черты особые, приметы И кистью яркою своей Века рисуют их портреты Шумят века Идут века Навстречу вьюгам Ветру зною И как седые облака Века Проходят над веною О, как сегодня далеки Легенды древней страницы Княгиня Ольга У реки Решила здесь остановиться Сказала Место благодать Его осмотрим с позаранку На Витьбе должен замок встать И по реке Название замку А было так или не так Дубы молчат Молчат упрямо Но город Рос на берегах На замковой горе Как замок Полночный город Как река Темнеют улицы родные И лишь зовут издалека Его огни береговые И ярко светится цеха Но вновь По-человечье мудро Течет полночная река Впадая В солнечное утро А на зеленом берегу Аллеи парка ждут Входите И парк Глядящийся в реку И песни Это тоже Витебск А мирный полдень Над виной Пропах черемухой И мятой И все моложе Город мой Рабочей славою богатый Субтитры подогнал «Симон» Ему под стать Красивый дом И клены С юной листвою И все Что создано Трудом Рабочих рук Его героев И вписанный в родной пейзаж Видны сегодня отовсюду Театр Колосовский наш Дворцы культуры Института У самых юных Витеблян Прекрасно Солнечное детство Весь светлый город Ветеран Их драгоценное Наследство Под добрым взглядом Ильича Они дорогою Большою Летят Как сотчего Плеча Отсюда С улиц Над двиною Не раз Делами Сыновей Ты будешь Витебск Мой Гордиться Они В истории Твоей Напишут Новые Страницы Ну вот, наверное, не все наши телезрители помнят Витебск таким, какие мы увидели в этом замечательном фильме, который назывался «Молодость древнего города». Да, наверное, как вы уже догадались, уважаемые телезрители, стихи, которые прозвучали в этом фильме, это тоже стихи Давида Григорьевича. Ну, а я с удовольствием представляю гостей нашей сегодняшней студии «Очаровательные женщины». Ну, начну, наверное, так слева направо, да. Таиса Кузьминична Насонова, журналист. Лариса Алексеевна Коваленко, режиссер. И Дроздова Наталья Яковлевна, журналист. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы сегодня собрались для того, чтобы вы поделились своими впечатлениями, своими воспоминаниями об этом прекрасном человеке. Поэтому, пожалуйста, вам слово, каким он вам запомнился, какие яркие моменты были связаны с ним в вашей жизни. Пожалуйста. Кто начнет? Подождите, я начну. Можно? У меня самое первое воспоминание, впечатление от Давида Григорьевича, это заочная была встреча. Я была, наверное, в классе пятом или шестом, и, наверное, в газете увидела стихотворение, которое мне тогда запомнилось. Я позволю себе прочитать первый куплет. «Ударился луч, а весенний ледок, запрыгал ручей по дороге, впервые с девчонкой ушел паренек, впервые косичек не трогал». Вот почему, до сих пор помню, и тогда Давида Григорьевича прочитала, он же был с юмором человек, он говорит, «Таиса, ну что, ты не нашла лучшее стихотворение, чтобы оно мне было по возрасту, по ассоциациям каким-то, да, косички были, мальчишки дергали, и была весна». Вот так я узнала о Давиде Григорьевиче. Я тогда предположить не могла, что когда-нибудь я буду с ним лично знакома и работать под его руководством, потому что уже тогда мы понимали, поэт в России больше, чем поэт у нас тоже, да. И потом, когда много лет спустя я пришла работать на телевидении, мы попали в редакцию художественного вещания, да, вот мы все трое, да, потом было литературно-драматических передач и музыкальных, мы там работали. Вот такое у меня первое воспоминание о Давиде Григорьевиче. В отличие от тебя, я честно признаю, что Давиде Григорьевиче как поэта я не знала и не воспринимала, потому что Давид Григорьевич был первым в моей жизни руководителем, как теперь принято говорить, моего первого рабочего места. Вот, я пришла после окончания университета по худятой журналитике, но, конечно, мы уже были взрослые люди, все, нам всем уже за 20, но, тем не менее, вот я таки прошла, я считаю, вот его школу суровой, несмотря на то, что человек был удивительно открытый, веселый, жизнерадостный, звонкоголосый, на самом деле он оказался руководителем, вот не побоюсь сказать этого слова, просто до жесткого, до жесткого, очень требовательный. Но, с другой стороны, я считаю, что вот все, что в нас хорошего, профессионального, мы всем этим обязаны, Давиду Григорьевичу. Я вообще только потом вот поняла, чего ему стоило бороться с нашей женской непунктуальностью. Не привычу. Не у всех, да. Да. Были такие грехи. Были такие грехи, но это не самое страшное. Самое страшное, это было не вовремя вообще подвести человека. Вот, мне кажется, что человек отличался такой самопунктуальностью, организованностью, просто, да, я, например, с таким встретилась впервые, тем более, что, я говорю, это был мой первый рабочий метод, творческая работа, но на самом деле Григорий Григорьевич показал нам всем, что на самом деле творчество – это несведозволенность и нераспоясность, это не то, что показывают в фильмах журналист, значит, такой вообще секунд. Журналист – это человек, который, прежде всего, организован, трудолюбив. И самое главное – не быть семипядей во лбу, но никогда не подвести своих товарищей. Ну, может быть, для того, чтобы вот это как-то конкретно объяснить, нужно, может, даже немного вернуться в то время, когда мы работали с Дэдом Григорьевичем. Это были 70-е годы, вот 80-е годы. Вот вы помните, что такое было студия? Это практически никакого кино, киноплёнка на минуты. У нас был штатный фотограф, да, потому что в основном были фотографии. Но вообще передачи были разговорные, и, в принципе, нужно было в эфир выдать драматургию разговора. И не важно, что это было за передачи детская или музыкальная, или это была молодёжная передача. Ну, молодёжные детские особенно трудно давались, потому что если дети приезжали автобусом из Браслова, они вставали в 4 утра, приезжали на студиях, надо было накормить, им надо было не дать заснуть, занять их разговорами, провести репетицию, потом тракт, а потом как будто бы впервые, значит, на высокой ноте весело, задорно выйти вечером в эфир. И вот что интересно, прежде чем эту передачу в эфир поставят, её надо было запланировать. А для этого надо было съездить, например, если был сюжет из Верхнедвинского района, съездить туда и привести уже готовый сценарий, встретиться с людьми. Потом тебе давали машину, оператор, режиссёр, бегом. Да, и только под это уже потом давали эти две минуты несчастного кино черно-белого. Да. Ты даже фотографа, да. И вот едешь в этот Верхнедвинский район, ну, там автобусом утрешним, потом там тебя кто-то подбросит до колхоза. В колхозе... А какие были колхозы тогда огромные? Там самая молодёжная бригада, животноводческая какой-то комплекс. Обходишься от колхоза, долю поперёк, пешком, со всеми встречаешься, со всеми познакомишься, узнаешь характеры. Всё, вечер уже, ночь, добираться, выходишь на трассу. Помню, из этого Верхнедвинского района добиралась с каким-то рефрижератором, до Полоцка, из Полоцка грузовиком, до Лёдс. От Лёдс мне какая-то автоматизированная охрана довозила до Витебска. Но ночью надо было написать и утром сдать сценарий. Планировка начиналась в 9, и если ты вот крайний срок без 5-9 не сдавал сценарий, поформлено, грамотно, аккуратно, папки, расписанный сценарий, то, например, просто папку сдавала. Я после этого... Это всё при всех на глазах рвалось, потому что он требовал неукоснительной дисциплины, неукоснительной, невзирая ни на что. И вот поэтому доверие гости воспитал такие качества, которые пригодились в дальнейшей жизни, не только в работе, вообще в жизни. Обязательно пунктуальность, обязательно во всём аккуратность, блокнотики. У меня блокнотики по жизни прошли. Всё записывалось. Я и сейчас принесла особо. Да, вот она, школа. Это же хелло. А скажите, там записи из тех времён, или это уже современные записи? Современные, но со ссылкой на то. Упоминаются тем, какие-то передачи, программы. Я о них потом скажу. Ну, Наташа, в отличие от тебя, у меня более ранние воспоминания. Если, Давид Григорьевич, это твоё первое рабочее место, то у меня немножко раньше. Я пришла на студию сюда в 1963 году, и меня за руку взяла Серафима Ефимовна Островлянская и проводила на второй этаж ещё старого корпуса. И в одном из кабинетов я увидела человека с усами и кудрявого, с чёрными кудрями такими. И я так посмотрела, думаю... Я уже могу показывать, Лариса Алексеевна, фотографию. А, да, можете показывать, да. Но это более поздние уже такие фотографии. Но кудри сохранились. Кудри. Там ещё есть кудри, да. Вот. И с тех пор в студии я начала вести программы. Давид Григорьевич меня пригласил в программу «Культура предвинья». Помните, была такая программа, которая выходила на Минск? Вот. И мы учили стихи, ездили в командировки тоже. Вот. Что ещё можно говорить по поводу нашей редакции? Редакция была необыкновенно дружная. Хоть иногда менялся состав людей. Вот. Но, тем не менее, у нас всегда очень интересные летучки проходили. В редакции всегда был безукоризненный порядок, да? Нет, ну, конечно, знаете, интересные летучки, когда вы всю ночь там снимали, ездили, знаете, любит недвижимость, приносите, а там это всё рвут. А скажите, там преимущественно были девушки, да, работали в ту редакции? Нет. И молодые люди тоже? Нет. У нас были молодые люди, у нас был очень хороший состав. У нас работал Женя Герасченко, это музыкальный редактор. Но это уже немножко позже, тогда Антонина Михайловна была под обед до этого, да? Да, да. Вот. Был режиссёром Ковалёв Леонид Максимович, Володя Севицкий. Александр Сергеевич Козлов. Козлов Александр Сергеевич. Спектакли ставили? Да, да, спектакли ставили прямо здесь, в студии, вот в павильоне. И не только в павильоне, а прямо вот в рабочих кабинетах мы организовывали эти спектакли. Вы знаете, очень даже неплохо было. Очень даже хорошо было. Вы вспомнили в своём рассказе Серафиму Ефимову Настровлянску. Наверное, в те времена, когда приходилось добираться на оленях, да, и ночью писать сценарии, мечтать о такой связи, как через скайп, наверное, и не мечталось. Но сейчас это уже всё возможно. Человек, который за 3-9 земель находится от нас, тоже поделился своими воспоминаниями о Давиде Григорьевиче. Давайте посмотрим вместе сейчас с вами. Нам интересно, да. Шла весна, как маляр-волшебник, по дорогам земного шара, Поднимая до самого неба Языки зелёных пожаров. Травку каждую, каждый листик Красил бережно и влюблённо Тот маляр, Что чудесной кисью Сделал землю такой зелёной. Эти стихи датированы в 52-м годом. Давид написал эти стихи, потому что он был влюблён во всём. Он был влюблён в женщин, он был влюблён в землю, в Наровлю, в Крынке, в Витебск. Он влюблён в солнце, в музыку. Это просто человек, который всю жизнь писал о любви. По-разному. Но писал о любви. Вы знаете, мы познакомились в 50-60-м году. То есть много лет назад. Мы познакомились вот здесь, в областной библиотеке имени Ленина. Была такая Валентина Фёдоровна Репникова, мама этой библиотеки. И только она мне говорит, приехал тут один поэт из Крынок. Он пишет хорошие стихи. А я работала с детским театральным коллективом. И Давид не читал и эти стихи, и другие. Он читал очень много стихов. А я в это время с этим коллективом готовила спектакль по реквиму рождественского. И вот на этот спектакль Давид пришёл. Это правда, наверное, была удачная работа, потому что через пару дней мне позвонили со студии телевидения. И голосом Давида сказали, приходите, мы вас приглашаем, у нас в детской редакции нет режиссёра. И я пришла. Пришла на долгих 33 года. Это были очень непростые годы. Но всегда был рядом Давид. Сначала Додик, потом Давид Григорьевич, Давид Рыгорыч, Давид Шановный, Поважаны. А я всегда Давид. И вот, вы знаете, он как-то был незаметно всегда рядом. Потому что вот у меня лежат его книги. Книги из «Станца тревога любви», и «Ёнь река», и «Солнечный хмель», и «Письмо тебе». Я эти книги вожу за собой всегда. Белоруссия, Израиль, Швеция. Я с ними не расстаюсь. Не потому что это самые замечательные стихи, а потому что самые значительные стихи написаны удивительным человеком, поэтом. И вы знаете, есть вот эта книга «Солнечный хмель». Она написала, Давид написал, «На планете, горькой и великой, в суете, на перекрестке лет, Серафиме, Севе, Веронике, Я желаю счастья и побед». Сева и Вероника – мои дети. Одному из них 50, другому 47 в этом году. А тогда мы были ребятами. Мне было 25, Давиду 30. И казалось, все впереди. Но вы знаете, что самые непредсказуемые сценарии пишет Господь Бог. Разве я могла думать, что весной 2017 года я буду говорить вообще все это людям, его близким, его друзьям, его родным, его поклонникам, которые собрались праздновать его 85-летие. Даже Давид бы в это не поверил, он бы жутко обрадовался. И вы знаете, можно очень много говорить, но я хочу сказать еще раз, этот человек любил жизнь, любил все. И, ну, сколько любовь без музыки? Невозможно. И я хочу прочесть. В завершение стихи, которые я должна вам прочесть, единственное, что я хочу сказать. Я пожизненно обязана этому человеку тем, что он меня привел на студию телевидения, то есть он привел меня в мою профессию, в мою семью, в мое призвание, в мою жизнь. Словно солнце ручьями льется и смеется на каждом листе, где рождаются новые солнца в ослепительной красоте. Серебрятся волшебные флейты, прославляя земную весну. Я тревожно шепчу, не пролейте лишних звуков голубизну. Но встает над оркестром Моцарт И в ответ улыбается мне. Пусть как солнце веселье льется, Лишней радости нет на земле. Я вас очень прошу, Помните про эти слова. Лишней радости нет на земле. Радости вам. Всего самого доброго. И доброй памяти. Поэту я надеюсь, что улица, по которой вы будете на работу, будет носить имя поэта Давири Симановича. Спасибо вам. Я думаю, продолжая тему, которую начала Серафима Ефимовна, по поводу улицы, которая должна существовать в Витебске, это наше такое, по-моему, предложение, правда? Да, мы все. Наше пожелание. И, быть может, к этому пожеланию подключиться кто-нибудь еще в городе. Может быть, действительно, когда-то появится улица имени Давида Симановича. Я думаю, что этот человек достоин того, чтобы его именем назвали улицу. Человек, который сделал так много для города, так много было прославлено, написано стихов, которые прославляли наш город. И я думаю, что сегодня улица эта должна существовать. И вы знаете, когда ходишь по улицам города, до сих пор еще не верится, что ты не встретишь этого человека, не встретишь его улыбающиеся глаза, не услышишь его мудрые какие-то пожелания, мудрые слова не услышишь. И так часто было, что, прибегая мост имени Кирова, Давид Григорьевич бежит. Привет! Привет! О, у меня для тебя книжечка есть! Вот. И он достает свою книжечку, тут же на ходу подписывает ее и дарит эту книжку, которая останется у нас в памяти, которая останется у нас всегда на века на наши. И однажды, идя через мост, Кирова, вдруг у него родились такие слова, строки. Легко взмахнув руками, как крылами, однажды вдруг взлечу я над землей, разлуку сбросив, как тяжелый камень, еще не став ни чайкой, ни звездой. Мне кажется, что душа его уже стала звездой. И где-то, может быть, на вечернем небосклоне все-таки эта звезда смотрит на нас и, может, иногда вдохновляет нас. И все-таки, я думаю, что все равно мы где-то рядом ощущаем его присутствие. Таиса, может, ты у каждого свои воспоминания, поделитесь вы еще своими. Я хочу вернуться к нашей ежедневной практической работе, журналистской, к нашим передачам. Мы немножко отвлеклись, это очень хорошая тема. Только два слова можно добавить. Вот у нас эти книжки, они все с автографами. Да, все книги. Да, и Давид Григорьевич, он нам дарил к дням рождения, к 8 марта, ну, ко всем праздникам дарил. И праздник с выходом этой книги. Но однажды он дарил, а я опоздала. Ну, не потому что я на работу опоздала, а я где-то была на записи. Правда, это все. Я прибежала, и он говорит, ой, вот книжки кончились. И он взял открыточку и написал. Свою ошибку исправляю, но книжки не найдя в столе, тебе дарю сегодня та и я все букеты на земле. И подарил открытку. Это было так приятно, да? Соображение букетика, да. Вот знаете что? Вот вы говорите про то, что он дарил книги, а ведь у меня тоже есть его книга. Я даже открою первую страницу, и она с автографом. Я попрошу обратить внимание вот сюда. Посмотрите, как он подписался. Патриарх Давид. Да. И у меня есть патриарх тоже. А я думал, я такой уникальный и оригинальный. Добро победит, любовь победит. Светло и нежно. Патриарх Давид. Ну, как вы понимаете, у Давида Григорьевича я эту книгу купил все-таки. На самом деле, замечательно, что он находил общий язык с людьми разных возрастов совершенно. И к нам, к слову, приходил в школу. Вот, и всегда было ощущение, что он есть всегда, да, и везде причем. То есть вот у него какая-то была такая особенность. Это уже мои такие воспоминания. Вот. Дело в том, что у нас дачи в Лятухах находились рядом. И мы часто встречались там. Я приходила туда со своей внучкой Марусей. И часто прибегал Давид Григорьевич. Конечно, были тоже незабываемые такие встречи, когда между тем, когда мы копали огород, что-то там делали. А потом надо было передохнуть немножко, отдохнуть. Мы усаживались на крылечко и пили чай. И за этим чаем были долгие разговоры. Разговоры обо всем. Мудрые, с пожеланиями. Хорошие разговоры. А внучка моя назвала его Дед Бородет. Потому что к тому времени у Давида Григорьевича уже была борода. Она еще была маленькая. Она всегда смотрела и говорила, Дед Бородет. Ну, она посветлела, скажем так. Да, да. И всегда она говорила, что, бабушка, вон бежит дедушка с цветочками. Он когда уходил с дачи, он всегда нес много цветов. Всегда у него в сумке были цветы. Вот. Такое тоже воспоминание о том. Да, и, кстати, очень много подписано книг и моей внучки Марусеньки. Вот, с которыми он хорошо подружился тоже. И они как-то так были. Находили общий язык. Татьяна Кузьмина, что вы хотели рассказать? Вернуться к будням журналистов. Да, к будням журналистов. И мы с ним вместе ездили по районам. По клубам сельским. Даже была такая рубрика «Как живешь в сельский клуб». Раньше клубы были в деревнях, и мы с ним ездили. Он встречался с литераторами. Он им очень помогал. Многих он очень поддерживал. Давай ему путевку потом. И мы были, помню, в Глубокском районе. И оказалось, что один клуб лучший, сельский клуб, они дружили с клубом, с женщинами, исполнительницами народных песен в деревне Аулия в Латвии. А раньше же границу эту пересечь было просто, да? И вот мы решили поехать к этим женщинам. Мы поехали к эту деревню Аулию. Женщины нас хорошо очень встретили. Мы посидели оттуда, возвращались уже очень поздно, и машина застряла в дороге. Зима была, холодно. Ну, в общем, вот так вот. И мы этих женщин пригласили к нам в студию. Пригласили этот хор наш, белорусский, который исполнял наши песни, и латышские. Это была такая трогательная встреча. И потом, когда я видела бурановских бабушек, я вспомнила тех наших бабушек, которые пели так же вот тепло, по-человечески и так далее. Вот такие были у нас поездки. Это была такая программа Двина. Лора, помнишь, да? Да, конечно. Она состояла. Мы посещали народных умельцев. Я видела, как кузнец кует там какие-то вещи, как ложки. Они делают. Зашла к одной старушке, а у нее была не комната, а светелка. Там все было, вот, вышивки, понимаете, вот, плетения. Мы столько людей интересных узнали, их поддержали. А раньше прийти на телевидение выступить, приехать из глубинки. Ну, это было такое событие. Это было целое событие. И это нас радовало. Кстати, сегодня, может быть, кому-то покажется смешным, но вот мы жили на телевидении, работали на телевидении, да мы жили, в общем-то, который самым главным, в общем, орудием труда, которого было слово. И вот самое интересное, что Дарья Горькович относился к сценариям как к литературным произведениям. И Серафима Ефимовна и Дарья Горькович всегда говорили, не пиши левый ряд, не расписывай там, это все потом само, принеси мне литературное произведение. Вот я помню, что если какой-то сценарий удавался, Дарья Горькович мог прибежать, по макушку тебя поцеловать. По плечу похлопать. По плечу похлопать. Это была такая радость, как будто бы действительно свершилось какое-то такое творческое чудо, и появилось что-то такое необыкновенное. И потом как-то вокруг этого сценария работа как-то клеилась. И вот меня особенно по молодости всегда удивляло, а с чем, собственно, работать над словом сценарий, который потом в эфире, может быть, совсем по-другому пойдет. Ну, понятно, закадровый текст. Но вообще работа над словом, это была неотъемлемой частью. И вот Дарья Горькович, как он работал сам над своими сценариями, он же сценарии писал, как над стихами, над своими рассказами, эссе. Это все обязательно переходило на работу. То есть, ну, не было так, что он был писатель-поэт, а здесь он был руководителем и был, значит, самым журналистом. Все это как-то у него было гармонично и вдотребление к слову. А вообще вспомните, вот эти 70-е, 80-е годы были для телевидения, ну, я не хочу сказать золотым периодом. У телевидения вообще не бывает золотого периода, и не будет, потому что оно просто всегда разное, да? Лучше, худше, но разное. Но это было время, когда действительно просто на телевидении действительно Господь свое слово. Вот вы помните, в эти годы белорусский госкомитет, когда он назывался, БССР по телевидению ради вещания, возглавлял Геннадий Николаевич Бураткин. Это было вот золотое время в том смысле для нас, что действительно на студии, на нашей и на белорусском телевидении действительно работали. И вот как раз вот в это время сошлось так все. Удивительные люди, литераторы, поэты, люди, которые действительно относились к слову и несли это слово с экрана. Я вам скажу, что вот сегодня многие программы, вы понимаете, о каких программах я говорю, и я думаю, что Дарья Геннадий Николаевич дожил до этого времени, я думаю, он согласился бы и со мной, что это телевидение преступное. Нас учили вообще скандалы, мат, какие-то привлекания, оскорбления. То, что сегодня видишь на экране, это просто было, покажи нам это в какое-то зеркальце тогда, в те годы, в 70-е, 80-е, мы бы сказали, что это просто какой-то фильм ужасов. Это не телевидение, потому что самое главное, это была культура слова, культура общения. Люди, которые работали на телевидении, их знали в лицо, их знали в городе. И не только потому, что мы обладали минимальными техническими средствами, просто телевидение это была область культуры, даже не столько как средство массовой информации, даже так не называли, по-моему, телевидение. Это было тоже какой-то вид культуры, вид искусства. Она такая просветительская роль была в первую очередь в телевидении. Да, и вот я помню, как приезжал Геннадий Николаевич, и они с Давидом Любовичем встречались, прежде всего, как поэты, как писатели. Потом Буравкин забирал все сценарии, закрывался в гостинице, и его не видел никто сутки. Потом он приезжал и у нас ставил разборки. В зале «Летучек» он выступал, и, кстати, он анализировал наши сценарии. Вот такое было отношение к нашим сценариям. Поэтому я говорю, что вот это отношение к работе, отношение к слову, это было вообще-то и велением времени, и совпало, что Игорь Григорьевич как раз это культивировал и привил нам всем. Я вообще не знаю человека, который бы так не любил книги. Не просто любил, он просто их обожал. Вот вы помните, что, например, даже эту книгу из библиотеки Симоновича, она была, наверное, самой лучшей и самой большой в городе по тому времени. Это было, я не знаю, какой человек мог удостоиться такой чести, чтобы ему дали почитать книгу из библиотеки Дайды Григорьевича. Он к книгам относился настолько трепетно, и поэтому, когда в последние годы жизни он уже дарил их библиотекам, школам, гимназиям, было какое-то такое даже щемящее чувство возникало, когда он рассказывал, он радовался, он говорил, он делился, что вот раздает это. Мы понимали, что, наверное, он что-то чувствует. Какая-то была тревога в этом, что он раздает свои любимые книги. Своё богатство. Своё богатство, да. Своё богатство. Это, я не знаю более такого человека, который бы так обожал книги. Обожал, читал и много знал вообще. Наташа, ты сказала, что вот появилось много таких вот всяких передач непотребных и всяких непотребных слов на телевидении. Да, вот, но я должна сказать, что в то время ещё был главлит, и обллифт, который никогда не пропустил бы ничего подобного. Но у нас-то из ведачи был и главлитом, и главным редактором нашего отдела. Ну, и я ещё хочу сказать, что на протяжении многих лет я обратила внимание, что Давид Григорьевич никогда не говорил, что я иду на работу. Он всегда говорил, я иду в студию. И в связи с этим у меня вот появилась такая мысль, что действительно, вот мы-то ведь как бы не то, чтобы на работу ходили, а мы служили этому телевидению, мы приходили на службу. Так же, как театр должен служить, так же, так и телевидение должно. То есть работа у меня ассоциируется с чем-то таким, ну, с каким-то тяжёлым трудом таким. А сюда мы приходили с большим наслаждением, с удовольствием. Вот понимаете, я помню, что я, когда приезжала и выходила из автобуса, подходила к студии вот сюда, иду вот до угла, а потом мне хочется выпрямиться. И вы знаете, вот такое ощущение, что крылья вырастали просто, потому что я бегу в студию. Вот было такое вот время совершенно чудесное. А в редакции, в редакции совершенно великолепно было, потому что мы приходили, мы собирались. У нас было чаепитие, вот фотографии там есть. Наши, все мы как-то так могли помогать друг другу. А были такие не очень простые времена, когда кто-то бежал, занимал очередь где-то за какими-то продуктами. Мы помешали, потом все там все в редакции, да, на всех, да. И Давид Григорьевич говорил, да, ты иди, стой в очереди, а потом кто-то ещё пойдёт. То есть он был очень строгий и вместе с тем был настолько человечный, настолько мудрый. Всегда с любым вопросом можно было обратиться к нему. С любой болью, с любой вообще какой-то проблемой всегда можно было к нему обратиться. Он поймёт, он посоветует, и он всегда подскажет, как выйти из этого и что можно сделать. Давайте послушаем воспоминания ещё одного человека, наверняка вам знакомого. Это Никитина Алла Михайловна. Да. Да, тоже скайп нам был в помощи, поэтому давайте посмотрим, послушаем. Молодому человеку обычно нужен кто-то, кто бы направил его в его юности по какому-то чёткому вектору и объяснил ему эту жизнь и как бы не текстом, а собственной жизнью. Вот для меня Давид Григорьевич был таким. Я пришла к нему в 16 лет, принесла стихи, слава богу, не выгнал, а даже похвалил. И как бы мы подружились, а потом я пришла работать к нему в отдел после окончания факультета журналистики. И мне тоже важен был учитель, который научил бы меня работать. А он работать умел. Этот человек был заряжен жизнью, что было очень важно, потому что ноющих и так вокруг много. Ноющих и болтающих. Он был не из тех. Ему неинтересно было, я не помню, чтобы он о ком-то сплетничал, кого-то осуждал, кого-то там полицал. Нет. У него было своё отношение, конечно же, ко всему весьма чёткое. У него были очень жёсткие границы в отношениях с человеком, в отношениях с человеком определённых качеств. Но, тем не менее, он был и мягким человеком, и прощал, наверное, тех, кто его умел прощать, тех, кто его не сильно устраивал. Но он сам был действительно настоящим примером, скажем, в работе. Вот ты приходишь утром на работу, ты видишь, если ты опаздываешь, это было очень неприятно. Ты входишь в кабинет, говоришь «Здрасте». И вот как он показывал, что он этим недоволен, и вообще с какой стадии, почему, кто тебе позволил. Никогда не говорил таких слов. Он просто здоровался на тебя, не глядя. Ты закрывал дверь и получал свой плевок. Этого было достаточно, чтобы ты завтра уже не опаздывал. Или, скажем там, если ты долго мурыжешь с каким-то материалом, он тоже ничего не говорил такого конкретно в лицо. Он приходил, спрашивал ему, как вздыхал и выходил. Этого было достаточно, чтобы ты сел, наконец, организовал себя и сделал. Как он работал сам? У него на столе лежала стопка белой бумаги. Маленькие такие листики, в которых он писал свои планы на день. Один, два, три, четыре, пять, шесть, не знаю сколько, потому что в течение дня звонили бесконечные телефоны, и работа прибавлялась. А в конце дня я видела, как он вычеркивал все эти пункты свои, потому что он это сделал и выбрасывал в мусорницу. Сделал, закончил. А то, что оставалось, он оставлял, клал под календарь, и было совершенно понятно, что он это сделает завтра. Не завтра, так послезавтра, но обязательно в кратчайший срок. Он был человеком, который обещал и сделал. Что поражало в нем? Это его какая-то гражданская смелость. Время было тяжелое, мы с вами знаем. И далеко не каждый был образцом для подражания. Потому что народ либо боялся, либо лебезировал довольно часто. У Дагдина Григорьевича этого не было. Этот человек знал себе цену, и поэтому цену ему знали другие. Смотрите-ка, было очень сложно в свое время оживить Шагала. Но он последовательно, в нашем городе, он это делал последовательно и постоянно. И в те времена, когда этим мало кто занимался. Нет, Шагалом-то занимались, но так вообще, так, чтобы поднимать, что называется, вопрос. Не каждый решался, а он постоянно это делал. Шагал – это, в общем, по большому счету, его заслуга. Я не имею в виду краеведов, которые тоже много сделали для этого дела. Дагдин Григорьевич был человеком, который объединял, как я уже говорила. И он как бы вот всегда знал, что делать, если у тебя есть хороший материал. Вот, например, хороший материал у нас в Витебске и в нашей области. Его хватало всегда, творческий. Он как бы был у истоков создания семинаров творческой молодежи. Он объединял творческую молодежь. И мы все вместе, творческую и творческую молодежь, актеры молодые, художники, писатели, поэты. Мы знакомились друг с другом в хороших домохотдыхах. Он объединял всех на, скажем, несколько дней. Он привозил серьезных писателей из Минска. В его туда приезжали и Вертинский, и Анатолий Вертинский, и Регор Барадулин, и Геннадий Буравкин. Это было приятно. Город дышал каким-то свежим воздухом. И там, значит, появлялись какие-то творческие пары, скажем, кто-то писал стихи, кто-то музыку. Так я познакомилась с Борисом Носовским. Будет светла его память. Мы писали какие-то песни интересные для театра, и для города. И, в общем, мы стали друзьями. Давид Григорьевич – это некий такой светлый шар, который раздает себя совершенно спокойно. Вот берите, запоминайте. Я есть. Спрашивайте, отвечаю, светитесь дальше. И было действительно так. Потому что вот этот вот заряд, да, жить, продвигаться, писать, работать, не ныть. Он был как, ну, как энциклопедия. И находиться рядом с ним было большое удовольствие. В общем-то, человек оставил о себе память. Факт то, что вот сегодня вокруг Давида Григорьевича собирается такая замечательная компания, что ли, которая, ну, как бы продолжает его память. И живет с ним. Это человек, человек своей эпохи. Вот, пожалуй, что я могу сказать о Давиде Григорьевича за эти коротенькие. Да будет светла его память. Наверное, буквально под каждым словом, Алла Михайловна, вы можете тоже подписаться. О том, что это действительно был очень великий, очень значимый человек для нашего города. Ну, наверное, для страны вообще. Если говорить о чисто человеческих ценностях, то, наверное, для всего человечества. Да, Ксюшенька, и вот мы говорили о том, что всегда к Давиду Григорьевичу можно было обратиться с любым вопросом, что на любую проблему можно было получить какой-то совет. Вместе с тем он был очень ранимым человеком. Человеком, которому, быть может, не хватало доброго слова. Не хватало, может быть, в какой-то степени даже ласки, поддержки какой-то. Это к тому, что, может быть, кому-то создалось впечатление, что мы вообще столько лет были вместе, да и потом, в общем-то, до конца его дней с каким-то идеальным человеком, просто какой-то конфетный оберт. Ничего подобного, он был действительно обычным человеком и с какими-то недостатками, и кто-то его не принимал, несмотря на то, что Давид был таким общественным деятелем, поэтом, писателем, кто-то его и недолюбливал. Кому-то не нравились какие-то его черты. Но вот слово «патриарх», которому стал подпитываться и которое сам для себя как бы придумал, но на самом деле его и принимали как патриарха, это вместо слова «старик», потому что, несмотря на свой возраст, он стариком никогда не был. Несмотря на то, что Дори Гоще не был официально почетным гражданином города Ветебска, вот я тоже считаю, что на самом деле он всегда и был, оставался, и будет гражданином города. Он будет патриотом города, человек, который мог уехать в какие-то далекие теплые страны, остаться с детьми, с внуками. Он остался в этом городе, потому что здесь жили его книги, потому что здесь жил Шагал, потому что он безумно любил этот город и эти улицы, на которых мы всегда его видели, веселого, доброжелательного, открытого. Он, правда, очень много сделал, потому что Симонович – это жагаловские чтения, это пушкинские чтения, это праздник Пушкина, это караткевичские чтения, это все связано с именем Дайда Григорьевича. Поэтому, конечно, я тоже считаю, что при жизни не все вас дали ему, не все. Но время ведь, в общем-то, понимаете, что у него на столе лежала такая заперчика по стеклам, на котором было написано «Поэт не карьера, а судьба». Вот он никогда не делал карьеру, но на наших глазах действительно прошла судьба человека, который стал частицей нашего города. Это действительно город Шагал, писатели, поэты, молодежь, в общем, весь город. Это стало его судьбой. И поэтому, конечно же, я считаю, город еще как-то, наверное, его имя не раз вспомнит и как-то, наверное, воздаст ему. Да, хорошие строки там были по этому поводу, да, где-то? Ну вот он... Я думаю, что это были, наверное, слова Константина Симонова, потому что он считал Симонова своим наставником, человеком, который как бы дал ему крылья и ввел его в литературу. Он его поддержал и опубликовал впервые. И поэтому вот он эту строчку всегда держал под стеклом. Поэт – судьба, а не карьера. И это действительно был Симонович. У вас газетная вырезка в книге спрятана. Да, да, да. Скажите, пожалуйста, что за вырезка? Это ваша работа? Да, это, кстати, была статья к его 80-летию, которую мы отмечали в 2012 году. Самое интересное, что в эти годы он действительно по-прежнему оставался руководителем моего первого рабочего места. И так же в этом материале он нашел несколько таких, ну, помарок, сделал несколько замечаний. Хотя в целом остался доволен. Он даже как-то стеснялся вот этих всех юбилейных дат, юбилейных каких-то таких... Четований. Четований, да. И вот вы вспомните, что в день его рождения, вот в этот день, 26 июня, у него всегда были открыты двери. Он всегда готовил свои фирменные бутерброды, он их делал десятками. И в этот дом входили люди совершенно разные, иногда незнакомые. И все обязательно были счастливы посидеть в кресле, в котором, в знаменитом кресле, в котором сидели и в Тушенков, и в Несенске, и Азербыков, и Лучинок. И, конечно же, все видели эту огромную библиотеку необычную, фотографии. Они смотрели, да, у него очень была большая видеотека за последнее время. И, конечно же, звучали стихи, звучали очень такие веселые шутки, какие-то здравницы, тосты шутливые. Вообще время, возраст не для этого человека, не для этого. У меня родилось сразу два вопроса. Первый, ну, наверное, вам было очень волнительно писать этот материал все-таки, да? То есть вы ждали оценки. Да, и практически это был последний материал, который я отдала Давиду Григорьевичу. На правку. А могу я у вас спросить, а после того, как этот материал вышел, все-таки после его правок, он поцеловал вас в макушку, как он делал после того, как выходило что-то? Поцеловал, но не в макушку, а в щечку, потому что он, конечно, уже стал немножко меньше ростом, в свои 80 лет. Не мог дотянуться. Да, дотянуться, да, но щечку поцеловал. Такой очень интересный момент, да, вот с поцелуем в макушку, правда? Он так запомнился вам, и тепло об этом говорить, и глаза сразу загораются. Мне бы очень хотелось нашу беседу закончить каким-то таким тоже очень теплым, может быть, даже немножечко смешным. Может быть, вспомните вы какой-то вот такой случай, который, ну, всегда вспоминается с улыбкой, с радостью, с весельем. Может быть, казус какой-то, в конце концов, телевизионный был здесь, может быть, при встрече. Есть такое? Ну, казус не казус, но вот если говорить о каких-то принципиальных его взглядах, привычках, традициях, Давид Григорьевич никогда не носил галстков, он их ненавидел вообще, и мне даже кажется, что если ему Васильевна какие-то ему там и приберегала, они потом все там стлели у шкафу. Бетловка, свитерок, рубашка и знаменитый пиджак горчичного цвета, который был, в общем-то, наверное, знаменем нашего... Пиджак у него был исторический пиджак. Пидорический, да, да, исторический пиджак горчичного цвета. Это был вообще, это был, наверное, стяг нашего телевидения, нашего отдела. Он умел говорить комплименты, правда? Да. Он замечал, есть у нас какая-то красивая новая одежда, хотя в то время с обновками было сложно, да, или еще. То есть он таким образом и нас подбадрил, поскольку у нас в коллективе женщин было немало, правда? Конечно, женщины были. То есть вот атмосфера была очень хорошая. И работали мы тоже хорошо и дружно. Скажите, вот звезда горит, я больше чем уверена, душа в Витебске. Вот что бы вы сказали человеку? Что бы вам хотелось сказать сейчас? Я бы даже хотела не сказать, я бы хотела услышать «Привет-привет» и ответить ему тем же. А я бы хотела спасибо большое, большое-большое спасибо. За то, чему он нас научил, от чего он нас уберег. Это тоже было, правда? Так что... И за то, что он был в нашей творческой жизни. Я бы хотела сказать спасибо за все те слова, которые воплощены вот в этих сборниках, вот в этих строках, которые мы читаем. В светлой памяти. Спасибо большое, что были сегодня вместе с нами. Спасибо за ваши воспоминания. Спасибо вам за вас. Но наша передача еще не заканчивается. Традиционная рубрика нашей программы «Афиша» о культурных мероприятиях, которые пройдут в самое ближайшее время в нашем городе. Бисквитный рулет «Мамита» и пирожные «Сноу Макс» с различными начинками понравятся и взрослым, и детям. Попробуйте, и пусть ваши будни наполнятся новым вкусом. Витебский областной методический центр народного творчества приглашает детей и взрослых на выставку попугаев и пепчих птиц. Все желающие смогут познакомиться с удивительным миром птиц с разных континентов. Посетителям будут представлены как привычные в наших краях певчие птицы, так и экзотические виды пернатых. Экспозиция подарит шанс рассмотреть уникальных, ярких и впечатляющих птиц и даже послушать их пение. Выставка работает с 11.00. Центр современного искусства представляет выставку живописи витебских художников «Портрет города». Проект «Портрет города» ежегодно знакомит публику с современной художественной жизнью Витебска и демонстрирует работы, посвященные городу. В экспозиции этого года будут представлены творческие работы в различных жанрах – пейзаж, портрет, натюрморт и сюжетно-темастическая композиция. В рамках проекта сами художники станут «Портретом города», его созерцателями и творцами. Выставка открыта с 10.00. Витебский Крыловедческий музей представляет выставку графики и скульптуры «Зюзя, Жевжик» и другие герои белорусских сказок, мифов и легенд. Белорусский скульптор Антон Шипец и художник Валерий Славук представят 13 скульптур и графических изображений мифологических персонажей дополнены богатым медиарядом, включающим приложения виртуальной реальности с персонажами белорусской мифологии с использованием VR-карнитуры Oculus Rift, анимационные и видеоролики о персонажах белорусских сказок и легенд, а также тематическую литературу. Выставка открыта с 10.00. Вот таким вот наивным, мне кажется, очень добрым получился сегодня наш выпуск. И, наверное, в завершение хочется сказать только одно. С днём рождения, Давид Григорьевич. С днём рождения. По Витебску любимому брожу, В двину перехожу, как бы межу, Что на две части город разделял, Давно они в согласии слились, И да, любая, это тоже близь, От старого до нового квартала Весь город будто устремлён в зенит, Высотная гостиница глядит на мир многооконными глазами, А камни прошлого покрыла мгла, Где церковь благовещения была, А мы не сберегли столетий память, Но в сердце мы навечно сберегли Историю своей родной земли, Чтоб далеко нести её по свету. На берегу в желтеющей листве Укрыто театральное кафе, Там в автомат я опущу монету, И будто бы из вечера в зарю, Любимая, тебе позвоню, скажу, Давай мы все обиды бросим. Под радугой последнюю в году На Пушкинском мосту Тебя я жду, Да осенит нас Витебская осень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова